Всем привет, друзья! С вами Неро Янг, и сегодня я покажу вам 10 офигенных быстрых каточных фокусов. Надеюсь, вам понравится это видео. Не забываем о том, что самый лучший комментарий попадёт в следующее видео. А вот сейчас вы видите комментарий из предыдущего видео, который мне понравился больше всего. Ну ладно, не будем тянуть. Давайте поставим лайк. Как только это видео соберёт 500 лайков, выйдет следующее. Приятного просмотра! Опять же, небольшой интерактивчик для разминочки. Сейчас следите внимательно за Дамой Пик. Она у нас вот здесь. Также у нас есть две четвёрки. И сейчас спуститесь в комментарии и скажите мне, где Дама Пик. По центру, слева или справа. И теперь я просто покажу вам карты. Итак, для первого фокуса мы возьмём какую-нибудь карточку. Допустим, пятёрку Буби. Ложим её вот сюда. Я покажу, что сверху у нас пятёрочки нет и снизу нет. Но если мы сделаем вот такой вот импровизационный водопад, она появится здесь. Трюк очень простой и основан на двух двойных подъёмах. То есть мы делаем один двойной подъём и ещё один. Итак, как же его делать? Мы выдвигаем вот так вправо две карты и возвращаем их назад на мизинчик. После этого просто переворачиваем. И говорим зрителю, что запомни вот эту карту. Он думает, что это верхняя карта. Но под ней уже лежит другая. То есть переворачиваем вот так две карты. Он запоминает. Мы переворачиваем и якобы кладём сюда. На самом деле, естественно, сюда идёт другая карта. Давайте для контраста я какие-нибудь две возьму, чтобы вы поняли. Вот так. Переворачиваем. Говорим запомни. Пойдём сюда. Далее мы делаем ещё один двойной подъём. Тоже переворачиваем две карты, чтобы показать, что якобы дамы нет ни сверху. И показываем ещё нижнюю. Ни снизу. И теперь делаем вот такой вот водопад. Как его делать? Так примерно объясню. Хват такой. Большой палец и здесь три. Указательный всё это дело вот так вот надавливает. И мы по чуть-чуть отпускаем по одной карте. И на последний просто переворачиваем. Не забываем, что самые качественные и крутые игральные карты продаются в магазине magiclessonshop.ru. Это офигенный магазин. Я ему полностью доверяю. Там шикарное качество карт, быстрая доставка и самые-самые приятные цены. Ссылочка на этот магазин будет в описании. Сейчас мы будем использовать четыре туза. Я вот так вот их через одного положу. То есть смотрите, чёрный, красный, чёрный, красный. Так ведь? Всё по-честному. Но, если я сейчас щёлкну, то два красных туза поднимутся наверх. Давайте пробуем щёлкнуть ещё раз. И они снова будут через одну. Итак, давайте теперь раскрою секрет этого трюка. Вы показываете зрителю двух чёрных и двух красных тузов. И после этого кладёте их вот так вот через одну. Прямо при зрителе. И он может их спокойно задвинуть. То есть они у нас реально через одну идут. Мы переворачиваем эти карты. И нам теперь нужно сделать брейк на нижней карте. То есть вот так вот мизинчиком отодвинуть одну нижнюю карту. И вот таким вот хватом, большой палец здесь 4, взять эти три карты и большим пальцем просто двинуть пачку чуть-чуть вот так. То есть на себя и влево. Таким образом вот эти две карты не разъедутся. И это создаёт иллюзию того, что вот у нас были через одну. Мы поднимаем три карты, сдвигаем. И как будто два чёрных туза сейчас сверху. После этого мы просто аккуратно всё это дело закрываем. Щёлкаем ещё раз и показываем, что 4 туза через одну идут. Вот такой вот трюк. А сейчас я вам покажу вариацию этого же трюка. Если она вам очень понравится и вы захотите обучения, напишите об этом в комментариях. Хочу обучения на вариацию. Итак, мы перевернём вот так вот два туза. Теперь смотрите. Щёлкнем. И два туза поднимутся наверх. Но если я сделаю вот так, то они снова будут через одну. Довольно простая, но интересная вариация. Если понравилось, поставь лайк и напиши в комментарии «Хочу обучения». Мы будем использовать четырёх королей. Перемешаем их немножко. Для начала мы возьмём короля пики. Кладём его вот сюда. А вот сюда кладём короля крести. Если я щёлкну, то у нас окажутся король пики и король крести. А здесь король буби и король черви. Это очень простой и примитивный трюк, но он офигенно работает на зрителях. Ваша задача положить королей через одну по цвету. То есть абсолютно неважно, там чёрный-красный, чёрный-красный, или красный-чёрный-красный-чёрный. Далее вам нужно сделать двойной подъём. То есть перевернуть вот так две карты. Вот. То есть у нас на мизинчике две карты, мы их переворачиваем. Показываем, говорим, король крести. Так. И кладём вот сюда. Далее мы делаем ещё один двойной подъём, но он будет намного проще. Мы слистываем вот так одну карту и вот так переворачиваем две, которые в руке. Показываем второго якобы чёрного короля, но под ним красный король. Показали. Переворачиваем, кладём. Таким образом, у нас остаётся эти два чёрных короля, а здесь два красных. Итак, сейчас я вам покажу ещё один очень классный визуальный фокус. Мы просим зрителя сказать стоп. Допустим, вот здесь. И у нас здесь четыре какие-то карты. Случайные, рандомные. Что мы будем с ними делать? Смотрите очень внимательно. Раз, два, три. И они превращаются в четырёх тузов. Для этого трюка вам понадобится небольшая подготовка. Мы берём одного любого туза, кладём лицом вверх и накрываем тремя тузами лицом вниз. Всё, вот вся подготовка. Далее мы просим зрителя сказать стоп. Естественно, он должен сказать где-то в середине, а не в верхней части, чтобы вы не запалили перевёрнутого туза. Допустим, он говорит вот здесь. И вы просто вот так скидываете четыре случайные карты. И просите его посмотреть. Пока он смотрит, вам нужно поставить брейк на этих четырёх картах. То есть мизинчик под эти четыре карты. Он посмотрел, и вы забираете у него эти карты. Кладёте одну карту наверх, вторую чуть-чуть сдвигаете вот так на себя, и эти сюда. После этого переворачиваете всё вместе с картами на вашем брейке. Перевернули. И у вас есть вот такой зазор, за который вы и берётесь. Но эту карту, которая является зазором, вы не берёте с собой. Подняли, забрали. Таким образом, сейчас у вас в руках три туза, ещё один туз, и одна любая карта. Что мы делаем дальше? Мы вот так вот этими пальцами переворачиваем эту карту. И кладём оставшихся тузов сюда. И нам нужно сделать брейк большим пальцем на одном тузе. Что мы делаем? Мы одновременно вот эти вот три карты раздвигаем, и указательным пальцем задвигаем нашу пятёрочку. То есть в скорости это будет выглядеть примерно вот так. Так, секунду. Раз, два, три. Вот и всё. То есть вот и весь трюк. Давайте ещё разок. Мы перевернули. Поставили брейк. Сделали сменку. Вот, в принципе, и всё. Для следующего трюка мы просим зрителя взять любую-любую карточку. Допустим, вот эту. Он её запоминает. И мы убираем её куда-нибудь в центр. Просим сказать стоп. Допустим, вот здесь. И прямо вот сюда мы ровненько её убираем. И задвигаем. Можем немножко перемешать нашу колоду. Вот таким вот образом. Чтобы зритель был уверен, что его карта потеряна. Но вот так мы сможем найти карту зрителя. Итак, как же делается этот трюк? Мы реально даём зрителю любую-любую карту. Он её запоминает. И мы кладём колоду вот так вот, боком. Далее, что мы делаем? Мы просим его сказать стоп. И это реально он может сказать в любом месте. Допустим, где-то вот здесь. И мы кладём карту буквально наполовину. И дальше задвигаем её вот таким вот движением рук. Что нам это даёт? Как только мы вот так резко задвинем, эта карта будет торчать вот так вот сзади. Вот таким вот образом. Давайте с другой карточкой с какой-нибудь. Вот так. И она у меня здесь торчит. И всё, что мне нужно сделать, это поднять за эту карту. И подснять прямо на этом месте. Таким образом, карта зрителя будет сверху. Давайте покажу лицом вверх. Подснимаем. Вот и всё. После этого можно сделать небольшую тасовочку. Чтобы карта осталась сверху естественной. И теперь само движение, когда проявляется карта. Мы подснимаем и ставим зазорчик. Просто пальцем. Вот так. То есть мы просто держим вот так. И теперь мы подрезаем где-то половину нижней части. Сбрасываем зазора и кладем сюда. Таким образом, в середине будет карта зрителя. В скорости это будет выглядеть очень эффектно. Давайте покажу. Раз, два, три. Итак, у меня есть один чёрный туз. Пиковый. Но мне нужно найти крестового туза. Давайте вы мне поможете. Скажите стоп. Допустим, вы сказали здесь. И теперь на любой карте. Абсолютно. Ваш свободный выбор. На вот этой. Хорошо. Посмотрим, как же вы справились. Начинали мы с пикового туза. Вы нашли крестовый. Отличная работа. Итак, это простейший и быстрый трюк. Как же его делать? Есть тут две очень классные техники. Сначала мы делаем двойной подъем. Ну, это обычная техника. В ней ничего такого нет. Переворачиваем вот так вот две карты. И говорим, что у меня есть один чёрный туз. Нам нужно найти второго. И когда мы переворачиваем назад, мы чуть-чуть выдвигаем этот двойной подъем. Вот так. И поднимаем его вот так. Показываем зрителю карту. И нам нужно сделать следующую вещь. Вот так она выглядит. То есть мы сначала отпускаем наш средний палец. И вот эти два пальца просто вот так вот соединяем. Таким образом карта подлетает чуть-чуть вперёд. При этом карты не разъезжаются. Это и создаёт классную иллюзию того, что мы положили просто сюда одну карту. Теперь просим зрителя сказать стоп. Допустим, вот здесь. И начинаем потихонечку листать карты. Где бы он нас не остановил, не важно. Допустим, он стоил вот здесь. Идёт следующая иллюзия. Сейчас я вам её покажу медленно. Но в скорости она выглядит очень круто. То есть мы делаем вид, что берём эту карту, но на самом деле мы сдвигаем её назад и вот этим большим пальцем сдвигаем вот эти две карты друг от друга. То есть смотрите. Так. Сейчас ехались. Раз, два, три. Согласитесь, выглядит очень классно и как будто по-настоящему. Вот так и получается этот трюк. В следующем фокусе я научу вас превращать вот эту карту, четвёрочку. Так. Превращать её в четыре туза. Итак, это очень простой трюк. Для него нам понадобится четыре туза и четвёрка. Как же мы это делаем? Четыре туза у нас лежат сверху колоды. Вот так. И сверху них четвёрочку кладём. Можно сделать пару ложных тасовок, чтобы четвёрка осталась и тузы сверху. После этого мы даём зрителю на проверку четвёрку. Пока он её проверяет, мы ставим брейк на четырёх тузах. То есть мизинец под них. Он возвращает нам четвёрку, и мы соединяем её с колодой. И поднимаем этой рукой все пять карт. Чуть-чуть приподнимаем буквально над колодой. Теперь мы берём большой палец и слистываем на колоду четвёрку, при этом поворачивая резко руку. Таким образом у нас в руках остаётся всего лишь четыре туза. Давайте ещё разок быстренько. Четвёрку положили, поменялись. Всё, всё готово. Итак, зритель берёт любую-любую карту. Допустим, вот эту. Он её запоминает. И мы берём её куда-нибудь в центр. Теперь смотрите внимательно. Раз, два, три. И у нас под коробочкой оказывается одна единственная карта. И это, естественно, карта зрителя. Итак, чтобы сделать этот трюк, мы кладём любую-любую карту под коробочку. Вот так. И кладём всё это дело на стол. Далее даём зрителю взять любую карту. Допустим, вот эту. Он её запоминает. И наша задача убедить её, что мы положили её куда-нибудь в центр. Ну и, естественно, при этом мы оставляем её сверху. Я сейчас покажу вам небольшой контроль. Если вы хотите научиться такому контролю, пишите в комментариях. Обучи контролю. Смотрите, вот он. Мы убираем этого короля в центр колоды. И он остаётся сверху. И он остаётся сверху. Давайте ещё раз. И он остаётся сверху. Итак, мы убедили зрителя, что убрали карту в центр колоды. На самом деле она осталась сверху. И всё, что нам нужно сделать, это вот так пролистнуть колоду прямо возле коробки. Таким образом, так как коробка пустая, она чуть-чуть отскочит и проявит карту. И это будет выглядеть очень красиво. Как только зритель отвлёкся на это, вы ставите брейк мизинцем на верхней карте. Подкладываете наверх колоды карту под коробкой и переворачиваете просто две карты. Вот и всё. Весь трюк. Мы просим зрителя сказать стоп на любой карте. Допустим, он решил сказать вот здесь. И это у нас восьмёрка черви. Итак, что же мы будем с ней делать? Смотрите очень внимательно. Раз, два, три. И она разделяется на две четвёрки. Вот такой вот трюк. Чтобы сделать этот фокус, нам понадобится восьмёрка и две четвёрки. Подготавливаем мы их следующим образом. Идёт четвёрка, восьмёрка и четвёрка. Мы подходим к зрителю и подрезаем колоду, ставим, естественно, мизинец на нашу заготовленную сборку. И просим вас сказать стоп. Как только вы слышите букву С, то есть вот вы листаете, и он говорит С, ну то есть пытается сказать стоп, вы сдвигаете всё до мизинца. Таким образом навязывая вот это самое место. И подрезаете. Теперь вы делаете двойной подъём. То есть переворачиваете две карты. Что мы делаем дальше? Мы показали восьмёрку. И нам нужно поставить брейк на трёх картах. Вот на этих. И мы берём один вот так палец и пытаемся выпихнуть всё, что находится под восьмёркой. Таким образом у нас получится вот такая вещь. Как будто восьмёрка разделилась на две четвёрки. Вот так. Очень визуально и красиво выглядит, согласитесь. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Обязательно поставьте лайк и не забывайте, что 500 лайков – новое видео. Также не забывайте оставлять комментарий, потому что лучший комментарий попадёт в следующий видосик. И не забывайте о том, что самые качественные и крутые игральные карты вы можете купить в магазине magiclessonshop.ru. С вами был Неро Янг. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи, всем пока.